С такими друзьями и враги не нужны. Заместитель департамента строительства и городского хозяйства Алексей Лешков решил поджечь сухую траву и в результате сжег половину этнического центра. Ущерб составил полтора миллиона рублей. Компенсацию потребует через суд свиновника пожара. Центр даже еще не начал толком работать. Его готовились открыть в сентябре. Погибла основная ресурсная база. Юрта-музей с экспонатами исторической реконструкции, технические строения, офис и ворота с башнями. Вот так все это выглядело. По-моему, это безумие какое-то. Заместитель еще раз. Заместитель департамента строительства и городского хозяйства. Спасибо, удружил, да? Это помощники, слуги народа. Как красиво, да? О, как замечательно. Очень интересно, какую ответственность ему, собственно, предъявят. Ну, денежки с него взыщут. Да вряд ли. Полтора миллиона-то. Ну, с виновника, говорят, в суд будут подавать. Ну, это будут подавать. А потом, знаешь, как происходит на деле. Дело в суде разваливается. Иной раз сторона обвинений выступает, что нужно прекратить это дело. Иной раз за истечением срока давности. Потом выяснится, что, оказывается, есть смягчающие обстоятельства. Что это не он поджег, а ребенок со спичками играл. Будут делать экспертизу, выяснят, что у ребенка алкоголь в крови был. Это же Россия. Мы такое видим регулярно. Власть себя наказывает очень редко. А даже если наказывает, да, это формально и ничем не заканчивается. По-хорошему, конечно, подобные действия должны иметь какие-то отягчающие обстоятельства. Потому что это человек, который зеленый властью. Это человек, с которого спрос больше. Он должен быть примером для подражания общества, а не каким-то черным, несмываемым пятном позора. И справедливость ради, а не то, что в защиту, да, скажу, там, того или иного чиновника. Когда происходит что-то подобное, и они там какой-то ущерб наносят, сожгут что-то, или там украдут что-то, или сломают что-то. Это гораздо меньший урон, нежели они творят своими действиями, прямыми действиями. Не руками, а исполнением своих обязанностей. Потому что тот или иной чиновник, там, в сфере, в которой он работает, настолько разрушителен в своих деяниях. Не обязательно воробство, не обязательно коррупция, не обязательно халатность или, там, нежелание работать в интересах людей. Просто находясь на том или ином посту, они понимают, что денег не хватает, например. Они понимают, что масштабы проблем ширятся. Но они молчат. Они делают вид, что все нормально. То есть им дали в ведение определенный участок, и они должны, я не знаю, костями лечь, на части разорваться. Но сделать все, приложить все усилия, чтобы эта проблема была решена. А их ставят в условия, да, в которых у них ни денег, ни, там, фактически, возможно, что-то исправить, там, изменить. И они говорят, да, в принципе, да и хрен с ним, пусть все горит, синим пламенем. Лишь бы нам зарплату хорошую оставили, лишь бы нам машины служебные оставили, либо у нас право телефонное сохранилось, там, и бесконечные возможности продвигать свои финансовые интересы. Поэтому вот это, это, конечно, безусловно, прямое вредительство. То это уголовная статья. Но в реальности, своими действиями, власть нанесла нашей стране гораздо больше урон, чем просто что-то сожгла.